То ли дело коротышка? Уникальные музейные экспонаты в деталях расскажут вам о жизни писателя Павла Бажова. На второй полосе свежего издания виртуальная экскурсия по музею. Первую полосу украсила борода Бажова, не настоящая, а мраморная. Где ее найти, читайте на третьей странице. Тротуар не обнаружен. Автор статьи Михаил Ан считает, что новый тротуар на Максима Горького растает вместе со снегом и потраченными деньгами. Подробности на пятой странице. Тот самый Александр Сергеевич. Книгу жизни начальника трубоэлектросварочного цеха читайте на шестой и седьмой страницах. Твори добро. Жизненно необходимый вертикализатор для Артема Мошегова, дорогостоящие курсы реабилитации для Максима Антипова и Саши Герк, все это стало реальным благодаря полевчанам, которые внесли свой вклад в благотворительную акцию рабочей правды. Подробности на седьмой странице. Были одноклассниками, а теперь коллеги. О заводских юбилярах рассказывает Мария Мальцева на восьмой полосе. На тринадцатой странице «Усатые бородатые». Новый конкурс от рабочей правды. Присылайте свои фотографии и краткую историю своей бороды к нам в редакцию. Давайте вместе посмотрим, насколько популярна в нашем городе борода. Хочешь в театр? Звони в редакцию. Здесь раздают билеты. Подробности на странице в тринадцать. Ее здесь закопай, а она там вылезет. О потрясающей судьбе талантливой художницы Светланы Наймушиной читайте на четырнадцатой полосе. Артист Александр Прохоров мог стать инженером, но Конфуций переубедил. На пятнадцатой странице полевчанин рассказывает о нелегком творческом пути артиста. Дворец культуры Северского трубного завода могли построить на три года раньше. Строительство в ретроспективе на странице 23. Рабочая правда. Двадцать восемь страниц полезной и увлекательной информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова